всем привет сегодня видео о поливе тилансии полив тилансии я осуществляю следующим образом поливаю я ее два раза в неделю методом замачивания не обрызгиваю замачиваю в теплой тепленькой водички комфортной водички комфортной для вашей руки замачиваю с головой вот так опускаю тилансию и она там плавает до часу можно полчаса можно час можно час двадцать но от этого совершенно ничего не меняется не бойтесь она у вас с ней ничего не случится когда она у вас поплавала столько сколько может вы ее забыли там на полтора часа пришли вытащили и обязательно ее надо поставить вверх ногами для того чтобы из пазух стекла вода застой воды приводит гниению расти растения поэтому обязательное условие стряхнуть и поставить вверх ногами такую процедуру как замачивание я провожу как я уже сказала два раза в неделю все больше я с ней ничего не делаю после того как она у меня постоит стечет стекает она где-то ну полчаса от получаса до часу она стекла и я ее ставлю обратно на свое место там где она стоит и дальше она уже стоит и подсыхает до листики еще влажненькие слышно что они мокренькие не сухие они еще зеленые когда они сухие они полностью становятся серебристенькими а сейчас вот они мокрые и зеленые просохнуть она должна приблизительно полностью до трех часов то есть смотрите на время вот чтобы это она успела просохнуть до ночи по крайней мере до са или до холодов или да я не знаю там до чего ну не на ночь же вы ее будете мочить так это по уходу вот сейчас весеннее летнее осеннее время в зимнее время можно замачивать один раз в неделю а если холодно ну особенно это если холодно в вашем жилье если 18 градусов температура 17 то рекомендовано замачивание только одну один раз в неделю и не брызгать потому что опять таки растение загниется возле меня недаром стоят бутылочка с удобрением бутылочка с перекисью водорода обычная аптечная перекись водорода трехпроцентная раз в месяц я провожу удобрение своей тилансии удобряю обычным удобрением для орхидей в данном случае я беру мистер цвет оно малоазотистое как раз инструкции применяем тут написано один колпачок на литр воды сколько у вас воды естественно столько вы наливаете удобрение в данном случае тут около наверное чуть больше чем пол литра но литра тут нету вряд ли здесь литр я не мерила ну я все тоже на литр беру колпачок удобрения одновременно с удобрением я могу это не значит что я постоянно это делаю но иногда особенно весной и осенью с перекисью водорода перекись водорода известно как антибактериальное средство как для людей животных так и для растений также для комнатных цветов и для уличных растений огородних часто применяют от грибков от черной гнили и прочих всяких от насекомых ну там больше дозировка нужна применение здесь данном случае достаточно одной столовой ложки одной столовой ложки вот этой вот трехпроцентной аптечной перекиси водорода на литр воды это можно применить одновременно и удобрение и перекись в одну и ту же воду размешали бросили туда тилансию она поплавала но обычно с удобрением я не держу час я держу около получаса с удобрениями поплавала также вытащили вверх ногами поставили она стекла и все до следующего полива так я делаю раз в месяц с перекисью не каждый месяц с перекисью пореже чем 1 месяц ну раз в 2 месяца это можно вместо одно заменить другим то есть только с перекисью и с водой или только с удобрением и с водой а можно одновременно это очень хорошее средство для удобрения и для профилактики и вообще для повышения иммунитета растений вот такой мой уход за тела сей спасибо за внимание всем пока